9 сентября с инспекционной поездкой губернатор Игорь Рудене посетил столицу Селегера. Глава региона смотрел ход ремонтных работ на колокольне Преображенского собора, побывал в поликлинике Осташковской ЦРБ и на других объектах. В поездке приняла участие наша съемочная группа. О том, как это было, рассказывает Наталья Федорова. Первой точкой рабочей поездки является парк свободы. Как мы можем заметить, это благоустроенное пространство, где много скамеек, цветов и, что самое главное, красивый фонтан, который радует всех жителей города. Прямо за моей спиной, кстати говоря, скоро будет открытие колокольня Преображенского собора. А самой главной достопримечательностью этого парка является, конечно, памятник партизанам Великой Отечественной войны, около которого сейчас пройдет церемония возложения цветов. Участие в торжественной церемонии приняли глава региона, руководство муниципалитета, юно-армейцы, а также духовенство. Следующей точкой посещения стала набережная Селегера. Обустроено ограждение, новый детский игровой комплекс и другие объекты для прогулок и активного отдыха. Все это появилось благодаря совместной работе жителей власти. Видим консолидацию активных жителей города, жителей округа Осташковского, которые направлены на развитие региона. И что очень важно для Осташкова, что уже критика переросла в совместную работу. В рабочей инспекционной поездке губернатор осмотрел и Осташковскую ЦРБ, где завершается капитальный ремонт. Выполнены работы по замене кровли. Заканчивается планирование работ на первом этаже поликлиники. Заканчивается работа ремонта входной группы. Глава региона осмотрел лабораторный блок, кабинеты для приема специалистами, операционную и кабинет диспансеризации. Окончить работу планируется до конца сентября текущего года. Учтено все требования и пожелания жителей, а также требования нацпроектов, когда для людей делается более доступная медицинская помощь, что в конечном итоге влияет на качество оказания медицинской помощи. Осташков Игорь Удене также посетил и среднюю общеобразовательную школу номер 3. На территории возле учреждения устанавливают школьный стадион. Работа ведется в рамках поручения главы региона по обновлению спортивной инфраструктуры в школах Тверской области. В школе стадиона не было. Были просто отдельные какие-то площадки. А спорт у нас в нашей школе на высоком уровне. И, конечно же, то, что сейчас мы приобретаем, то, что этот стадион у нас появился, это подарок судьбы. А завершилась поездка посещением Осташковского филиала МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг. Игорь Удене не только осмотрел новое помещение, но и лично выручил семье Макаровых документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Молодцы. Молодцы. Здорово. Доченька, спасибо за то, что делаете. По поручению Игоря Удене в многофункциональных центрах вертневожья внедряются профессиональные стандарты для повышения качества, доступности услуг и удобства обслуживания для граждан. В этом здании, наверное, первое, что мы решили попробовать новшество, это помещение для дополнительных сервисов, в котором могут органы власти производить дополнительные консультации. В рамках модернизации и развития сети МФЦ в Тверской области в 2021 году в регионе начали работу 9 новых филиалов. А в 2022 году планируется ввод офиса МФЦ в Твери на площадке парк «Россия. Моя история».